Это ужасно. В общем, смотри. Но это лишь твое мнение. Ну, это объективное мнение. Это не музыка. Это можно назвать как угодно. Типа перформанс какой-то. В общем, это не суть. Он просто был не очень. Он просто был не очень. Это были лучшие группы, которые есть у нас в СНГ. И вот после одного из перформансов, который тяжело назвать музыкой, я как бы на улицу вышел, потому что я уже не мог. И вышла эта же группа, которая только что выступала. И там женщина говорит, которая является типа солисткой или что-то такое, она кривлялась на сцене. Говорит организатору. Ну, ты понимаешь, да, нам уже меньше радуются, потому что мы уже не можем удивить людей. Потому что что бы ты ни сделал, это не назовут экспериментальным. Все уже сделали. Ну, я после этого еще раз понял, что люди эти не собираются даже музыкой заниматься. Они просто хотят как-то выделиться из всех остальных, просто сделав какую-то экспериментальную муть. И так же на Твиче. То есть люди там пытаются изгаляться как угодно вообще, но уже никому не интересно. Потому что уже там сделали все. Там уже и хату спалили, и что только там не было. И Sexy Girl ввел вебкам, и VJ Link устраивал стрим-хаты, и чувак крушил дом. Ну, все. То есть кончились идеи. И я думаю, что уже и аудитория не ждет особо каких-то еще и сумасшедших, потому что и сумасшедшие надоедают со временем. Хорошо, у нас пики. Давайте перейдем к ним. Сумасшедшие пики. Неплохо, че. Что ж тут сказать? Неплохо, да. Ну, ты видишь, это Night Stalker Shadow Fiend. Это хорошая комбинация героев. То есть Night Stalker был на ФП, а теперь это Виверна Тусик. То есть Дума не котирует. Правильно? Правильно. Ну, он в бан ушел на вторые баны. Но Виверна Тусик, кстати. Опа! Это они, кстати, возможно, даже украли. Чтобы не дать. Тоже неплохо. Потому что Night Stalker Shadow Fiend Slardar это очень опасно. В современных реалиях становится. Ну, толстые герои, много физики. Все на тебя бежит. Хороший щит для СФ. Невозможно, кстати, из-за этого Яматех-то сейчас такой призадумался. А что делать? А что делать? Я не знаю, что делать. Яматех, видимо, тоже не знает, что делать. Он, походу, не знает. У Slardar есть заменители. Конечно, они не такие крутые в плане минус армора, но они тоже могут станить людей. Например, Кентавр. Никто, конечно, Кентавра уже не берет, как Фармера и Кэрри, но никто не мешает взять, неожиданно. Но вдруг. Кстати, Shadow Demon. Интересный момент. Интересный момент. Но вообще достаточно читаемый. Очень брутальный фокус тут от Slardar и от Templar. И тут Shadow Demon неплох, потому что можно кого-то сейвить. Если Shadow Demon играет хорошо, хорошая реакция, он успевает спрятать человека до того, как он получил три дычки с Мелда еще из чего-то под минус армором, то Shadow Demon может спасти человека. А если как Хин? А если как Хин, то он себя спрячет. Возможно. Ну, теперь им еще нужно думать, помимо того, как справляться с минус армором Slardar и как бы заменить этого Slardar для себя, взять себе такого же героя, так им еще нужно как-то сбивать щиты Templar Старки. Нужно же еще об этом подумать. Да, об этом подумать не помешает. Ну, кстати, Viper неплох был бы. Ну, Viper что-то совсем забыли. Джекерос! Сможе, все это Джекерос! Джекерос! А, хорошо. Ну да, Джекерос неплохо сбивает действительно. Ну так, смотри, это Double Line, Jax и Night Stalker. Ну, наверное, так, да. И в легкую шеду. Кому думаешь к шеду демона? Киска-сосиска? Плохо. Да нет. Ну, что-то на самом деле мне бы понравилось, ну, мне достаточно неплохо нравится Кентавер. Геролет хорош. Вот я бы Кентавер был на их месте, не знаю. По-моему, у них тогда 1СФ остается нормальный парень. Ну, как 1СФ? Если на Исталке... Ну, тут просто Слардар, Темплорк. Темплорк. Ну, что-то много. Ну, так, а Кентавер, ну, стоп, а Кентавер, вот Слардар, Темплорк, а Кентавер не как Слардар, ну, как бы... Не совсем. Не, ну, армор не дает. Он инициирует, да. Он контр-инициирует, да. По своему такому кэрри потенциалу неплохо. Не, ну, он дальше становится более сильным. то есть ему надо... Джайра, Джайра. Дальше в лес идти. Может быть, Свен тогда? Свен неплох. Свен... А, кстати, армор вообще просто Слардар, это контра Слардар уже, Свен. Ну, 20 армора. Полная контра. Полная контра, да. Ну, вообще, да, Свен действительно хороший, можно поставить и даблузу сразу демоном, то есть сильная дабла, которая может убивать очень легко. И триплу, конечно, можно. Согласен. Был бы Дред, он бы говорил... Он бы сказал сразу заменить Слардару Свен. Он бы вспомнил про этого героя, потому что мы про него просто забыли. Потому что он любитель, да, Свена. И он и контраит Слардара, он и заменяет Слардара. Герой-монстр. Свен был бы, наверное, неплох. Единственная проблема, что Винтер Виверна как-то милишного кэрри иметь. Ну, у тебя еще есть Шанда Финтон. Ну да, если Свен раздувается, такой... И тут ульта на кого-то рядом со Свеном, Свен его просто сотрет. Сотрет, все верно. Это неприятный момент. Но с другой стороны, пикать какого-то дрячового кэрри, типа Геролета. Ну, Вайпер, Вайпер остается. Ого, еще и Баунти Хантер подъезжает сюда. Сатишка. Как же легко было бы это запушить, на самом деле, вот эту муть. Котенок. А есть Джеки Роз! Ну, так Джеки Роз, ССФ, Так, смотри, Мека есть так, и сейчас бы... Кого бы... Ну, Кенталу не так плохо. Ну, вот конкретно, если пуш нужно. Ну да. Есть чем-то, это ССФ тоже, кстати, Харс. Кири Дазл бы, конечно, развалил. Ну, а что? Он же все сбивает. Ну, Ваня, вторым бармор навешивает. Да, это понятно. А Кири Скаймак? Нет, Кири Скаймак. Здесь не работает, но есть. Да, помоечка. Ну, Кири Дазл, ну, смотри, там кого-то подходит, прячет, но ему хило. Вот Шадоу Демон спрятал, проклял, и... Больно. Это же просто смерть. Очень больно. Самые сильные линии это Шадоу Демон, Дазл плюс какой-нибудь Акс. Акс, да. Ну, или тот же Кентавр, там просто ад. Свен? Или Гиро? Может, Пугна? Может, Пугна вообще? Ну, это такое. Ну, типа, И спрячет от фокуса. Пугна неплохо, потому что, да, есть халявный декрепифай, не нужно будет собирать, думать о каком-то Этери. А чем играли эти парни? Может, они вот что-то похожее делали? А о том, и что-то даже и не в курсах. Что они исполняли. Пугна они не берут. Пугна они не берут. Ну, вообще, подобных пиков у них как бы не особо было. Найс Сталкеры было такое. Любят они Дума, но почему-то здесь не взяли. Веспотини играют. Как бы тут это тоже почему-то не использовали. Ну, это такая команда. она, видимо, в каждой игре тоже играет разными, более-менее, героями. А Текис был разочек. Лансер. Ну, против Темпларки нормально, против Лордара нормально, против БХ нормально. Нормально. Герой хороший. Получается. А, ну да, про Лансер-то мы совсем забыли, что он вообще в Доте имеется. Вспоминали уже каких-то Свенов, Дагглов, Кэрри. А тут Лансер-то. А у Е-то нет, на самом деле. А Ларчик-то просто открывался. Ну, вроде и просто, а с другой стороны, Сложно. Сложно. Сложно, он прокачал бы, замаксил себе тот Варкраину или не замаксил, какого-нибудь восьмого, в девятом уровня. Фармил бы мало-то, да. Имел бы четвертый левел Варкраина, ну, неважно, к десятом, да даже не четвертый, третий, второй, пофигу. Но в каких-то драках он бы давал Варкраин, нивелировал бы весь этот минус армор, и можно драться. А Лансер не будет ничего нивелировать. Нивелировать не будет. Люди будут умирать. Может быть, тяжело на старте. И я поэтому поставлю на Минес... Снизу Минески. Минески, да. На Минески. Даже не знаю. Вот даже и не знаю. Но сверху же Джекирос, ты же понимаешь. Хотелось на Джекироса поставить, но я поставлю все-таки на Минеску. А я буду верить Джекиросу. Давай. Сата Туатиго. Сата Туатиго. Да. А я за Минеску. Сата Туатиго против Минески. Комментировать эту игру для вас будут Каспер и Адекват. Вам слово. Всем еще раз привет, дорогие друзья. Мы находимся с вами на полуфинале южно-азиатской квалификации на первый мейджор. Да, да, да. Что так? Пилотный выпуск мейджора. Пилотный выпуск. Да. Сначала. Уже плей-офф. Мы уже наконец-то добрались. Уже групповая стадия позади. Много команд отсеялось. И сейчас остались сильнейшие. Лучшие. Лучшие. Просто лучшие. Да, но, собственно, победа даст проход в финал Винеров. А это к минимуму третье место. Правильно? Да, да. Финал Винеров это минимум топ-3. Но выиграть в любом случае нужно две игры. Ну да. Чтобы попасть... Если хочешь затащить, тебе надо две каточки. Если хочешь слот на мажорчик. Мажорный мажорчик. Давайте смотреть, собственно, по составу. Минески, Сату, Дуатиго. Минески. Ку-ку будет играть на Слардаре. Товарищ Касл на Винтер Виверне. Это парочка в миде от этого Рейджинг Потейто. Товарищ Райо на Тускаре исполнит. Кого-то я пропускаю. А вот он загулял. Баунти Хантера Джесси Воша. Пекущий. Рубящий. Да, ну и, собственно, Сату, Дуатиго. Тим 1, 2, 3. Яматех на Шадоу Финде. Боже мой. Айс играет на Найт Сталкере. Далее преподаватель из Хогвартса на Шадоу Демоне. Бен Фантом Лансер. И 3, 4, 3, 3, 2, 1. Это как 5, 5, 5, 3, 5, 3, 5. Ну да, да, да. На Джекиросе, собственно. Оригинальный никнейм. Весьма, весьма. Почему бы и нет. Смотри, Баунти Хантер. Он уже здесь. Он уже готов пакостничать. Он уже на вражеской территории. У Минервы, правда, есть Центрячок. Возможно, будут готовы. И у Яматеха есть один Центрячок. И есть Тангус. Ожидают выхода Баунти Хантера из тех степей. И правильно ожидают. Потому что БХ как раз там и засел. Да, суппорты, слушай, очень хорошие. На самом деле, подобрались против именно Баунти Хантера. Есть чем подцепить. Есть чем поджечь. И убивать и так далее. Поэтому выбор действительно получился достойным. Ну и самое главное. Большой вопрос к 1, 2, 3. Не забыли ли они? Мы сегодня видели одну команду, которая забыла играть против Баунти Хантера. Да, да. Сегодня Баунти Хантер один. Он уже очень сильно помешал. Опа. Вспомнили. Вспомнили. Вспомнили уже. Дракоша уже спускался. Да, да, да. Я уже видел этот замах, понимаешь. Сабельки Баунти Хантера. И я видел смерть этого дракона. Но нет. Он ушел обратно на базу. И в роли Курьера у нас, судя по всему, будет выступать Джеки Рос какой-то. Он недалеко от базы. Может принести сейчас боттл. Наши слова дошли до ушей суппорта. В общем-то, они вовремя остановили этого Курьера. Движение на сторону смерти. В итоге все обошлось. Действительно, им начинают круги нарезать. Баунти Хантер слева, справа обходит со всех сторон и видит этого Джекира. У этого Курьера тяжелее подрезать. Да, тоже вроде бы дракон. Такой чуть побольше. Побольше, посильнее. Мама-дракон. Да, мама-дракон. Или папа-дракон. Или папа-дракон. А может быть и мама-папа по-другому летит. Две головы, все таки. Ну, в принципе, да. Тогда у меня возникает другой вопрос. Я не буду его задавать. Я понял вопрос. Я даже ответил на него. Я тоже не буду отвечать. Так, смотри. Нашли Баунти Хантера. Пока не палятся, что они его видят. И, в принципе, БХ может тоже не сразу просечь фишку. И Темпларка может сейчас как-то подставиться, например, лишний раз. Подумать, что... Да, сейчас поставлю Мелт. Вообще, конечно, у меня ский пик такой получается, что они должны агрессивничать довольно серьезно. Мы с вами знаем, насколько жесткий Тускар в начальных инициациях различных. Получает Серапшин, Солл Кетчер. Получает Спирит Лэндс. О, короче. Сноубол МСВ. Спирит Лэндс, красавчик. Вот. Баунти Хантер, который сам по себе и есть агрессия во всем своем лице. Ну и, конечно же, Слардар при покупке Блинк Даггера. Вот. Тут можно дополнить то, что именно нужен Блинк Даггер на Слардаре. Если планируют ребята врываться со Слардаром, то, скорее всего, Блинк Даггер на Темпларке тоже будет не лишним. А это уже время. Это некоторое количество времени. К этому времени у СФ уже может потихоньку появляться какой-то Меканзм. Может Фантом Лайнс уже будет с какими-то там барабанчиками. Его, в принципе, будет тяжело ловить. Ну и, естественно, там Шеллоу Демона под сейви. Может все не так просто быть в итоге. Безусловно. Меневские, если они будут начинать играть агрессивно. Я вообще не видел ни одной игры Team 1, 2, 3. Вот. Серьезно. У нас постоянно как-то попадалось, что они мимо нас проскакивали. Мимо нашего эфира. Ну да, они постоянно были на параллельных встречах в рамках этой квалификации. С Ямотехом команда не может быть слабой, говорят. Ну, как сказать. Это такой старый динозавр. Или мамонт. Не знаю. Пердун. Так проще. Нет, это все более пафосно. А ты вот всю драму просто уничтожил. Ну так и есть. Смотри ты, выходит Джесси Вош дал зря удар, наверное, что-то в рейсе-то. Получает больно же. Но он выживает вроде. Ай, СФ, такой не очень. Он просто нажал реген, будучи под орбов веном. И, судя по всему, реген не сработал. А не... Там Барка его там ударила? Да, вроде как нет. Его просто никто не бил. Ну, как было там на полтычки, так и осталось. В интервью верно. Делает минус. Находит Найт Сталкера. Вот уж кого-кого убивать они не должны были. Без шестого уровня Слардара, так и точно Найт Сталкера. Но он каким-то образом все-таки подставился. Куку его разбирал. Судя по тому, что у него МП отсутствует, значит, давал станчики. Получилось догнать, убить. Интересно. Ну, Слардара, на самом деле, тоже очень долго бафали. Если опять начать разговор про патчи, про то, какие герои всплывали, какие нет. Причем бафали и напрямую, и косвенно. Вначале убирали кулдаун... Точнее, не кулдаун, а монокост на дагере, который Слардару очень сильно мешал. Там 75 маны у него зачастую просто не хватало. Посмотри, у него 270 МП. И там стан, стан потом вроде бы дешевле чуть-чуть делали. Я могу ошибаться. А потом вообще убрали монокост со спринта. Вот просто взяли и сделали его бесплатно. В итоге бесплатный первый скилл, бесплатный Блинк Дайгер. И, по сути, ты дратишь там соточку на Слизерин Краш и 25 на Амплифай Дэмэдж. И вот совсем уже себе юзабельный герой. Уже хватает, уже на все хватает, действительно. А пока так, ну вот такая смерть не самая обязательная от Айса позволила Куку нафармить себе довольно быстрое ПТ. Ассист у него есть. Ну, мы ждем, конечно же, покупку, покупку этого самого Блинк Дайгера. Активных 10 стороны Куку. Ну, он может быстро очень себе купить этот Блинк Дайгер. С учетом того, что Пауэр Трэдс уже есть. То есть Крипчиков он уже должен намного меньше там пропускать. Может даже куда-то будет оттягиваться, кого-то пытаться убивать. Например, того же Сталкера еще разочек принять. Медиа. Была попытка зацепить Тамп Ларку. Что-то демон выходил, но немножко не успевал. Пораньше вышел Джекиро и спалил Джекиро у вас. Ну, Джекиро просто ходит. Вот он увидел рефракшн, он там плюнул, задул. Все, рефракшн слетает моментально. То есть демидж бонусный какой-то еще остается на пару тычек. Но резистов никаких уже не имеется в наличии. И поэтому СФ может спокойно колы давать дальние и разминать Тамп Ларку. Контрпик действительно Джекиро. На медлине против Тамп Ларки смотрится просто великолепно. Ну, когда-то и в соло ставили против Тамп Ларки. Вот, например, как сейчас он остается. Ему действительно тут ничего не угрожает. А вот Тамп Ларке будет совсем неприятно. Яматех в это время фармил Крипцов. Яматех очень сильно подпросел. Но Баунти Хантер только второго уровня. Да, подрезает из дженады. Ну, слушай, с инвиза нормально. Тычечка еще один удар. Арбовеном добьет. Арбовеном добьет. Да, тычка добивает. Баунти Хантер добивает. Баунти Хантер. Это Баунти Хантер. Очень вовремя подоспел. В нужном месте оказался. В нужное время сделал килл. Еще, кстати, Урсевича можно еще пойти убить. Кого? Ну, Урсевича там на большом спауне стояло. Курьера. Еще и Курьера подрезал, боже. Да ладно. Фантастика, там же остался. И, казалось бы, Курьер на себя загрел. Винтер Верн. Что-то отдавал, точнее, Джокеру. Кто-то отдавал артефакт. Но, в случае, что-то не спасло. Ай встречает Баунти Хантера. А просветок-то нет. И БХ просто убегает пешочком. Просветка и есть, да. Вот, как раз-таки, Джокеру передал себе вот эту самую просветку. Но, видимо, что это не помогает. Ну, 2-0. Минески начинает очень здорово. Вот эта агрессия, она показывает о себе знать. Пока только со стороны Баунти Хантера. Баунти Хантер жесткий. Посмотри, вот седьмая минута, у него 4,5 уровень. У него как раз тайминги просто супер жесткие. Если он сейчас еще где-то поможет сделать хотя бы один минус. У него как раз минуте к 9-10 уже будет левел 6. И все. А там трейки с Лордар с Даггером как бы. Тут, 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 тут. И поехали, поехали. Набирать. Зарабатывать себе деньги. Аплифайд дэмэдж уже первый. Появляется Куку. Накидывает сразу же на Айса. Вот тому теперь точно нет смысла выходить куда-либо из-за своего Таура. Ну да, он 850 хп свою очень быстро может потерять. Район разворотит, смотри, Валрус Пунч Бена. Там стоит Минерва. Минерва вообще ни одного нюка не дает. Смотрит, как развлекается Тускар вместе с Саурой. И Минерва может сейчас начинать пробивать Ройора. Вообще непонятно, почему тут Тусика не гоняют. У него как бы эскейпов нет. Он там задоджить может что-то. Но убежать-то он только пешком может отсюда. И почему он жив? Ну тут такой, посмотрел, что-то демон играет. 910 хп. Не, ребят, еще и под крипочками, смотри, зажимают. Еще, да, небольшой мисс коммуникейшн. В итоге копье Фантом Лансера третьего уровня уходит в Дизрапшн от Шадоу Демона. Даже ивейдить не надо, видишь. Да, тут сами все пацаны делают за тебя. Да, действительно. Хорошая линия, спокойная для Рая получается. Очень-очень даже неплохо он для себя чувствует. Так, смотри, и Тампларка в миде нападает на Джекироса. Немного его пробивает. Ну, не совсем немного, а совсем много. Замедление, замедление. И еще одна тычка будет. Да, это фраг. Слушай, по первым впечатлениям я хочу сказать, со всей ответственностью заявить... Что 1, 2, 3 не делают ничего на карте, да? Да, минески просто овнят. Они реально овнят и овнят еще и Найт Сталкера. Как же они играют. Не, ну жестко разобрались, конечно, со всеми, кто приходил в мидер. Просто анбелев был. Ну, то есть у них и Баунти Хантер хорошо все делает, и в миде дела идут замечательно, и вообще на всех линиях все хорошо. То есть по-прежнему остается, конечно же, проблема с Фантом Лансером. Но если и Слардар будет в стиле своей команды так же все качественно исполнять, то Фантом Лансер просто не доживет до конца игры. Конечно. Скажем, шестислотовым каким-то там... Он просто умрет с барабанами и там недособранными диффузами. Начнет этот вот сноубол товарищ Слардар, будет запрыгивать, но с тобой искать этого Фантом Лансера и ничего ему не сделать. Серьезно, правильно отметил, минески начинают очень круто, и такое чувство, что 1-2-3 играет как будто на уровень ниже. В всяком случае, вверх гейминге они не сделали ничего. Именно. Вообще ничего не было сделано, как бы против этого Баунти Хантера толком ничего не сделали. Да, там против Темпларки поставили в мид Джакира, который погиб соло Темпларки, да, он умер. Есть, казалось бы, ШД и товарищ Джакира, которые должны были Баунти Хантера, где-то искать, выискивать и убивать, просвещать его, но как-то тоже не получалось сделать. В итоге, да, 1-2-3 может быть немножко подросла. Посмотрим, ну теперь на Айзе снова нападает Ку-Ку, тут сейв ТП, без сейв ТП вообще никак. И ТП накрылась, в итоге телепорта сейчас не будет, у Ку-Ку не хватает, посмотри, 100 голды до Блинг Дайгера. И вот с этой пачки крипов Блинг у него как раз появится, летит Шедуфин, да? А что, он сюда прилетел? Не знаю, Амплифай Дамаж получится. Получить Амплифай Дамаж, например, да. У него как раз-таки в Ботли есть Инвиз, и пришел на не очень удачную линию, где как раз-таки его просвечивают, и нельзя в этом запасть и из Шедоу-Рейзов кого-то забрать. Да, 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 это совсем провал. Тем более, что у Сельди вот после этих пацанов есть даггер, и он в наглую с Виверной сейчас просто нападет. Может. Интервент, если говоря, еще не доформил, немножечко буквально на Винтерскерс, так как, конечно, была хорошая помощь. Смотри, просто на ноге выходит, сюда иди. Под Шедоу-Рейс, кстати, подставился вот один, и поэтому отходит назад. Виверной, не в того закинул Сплинтер Бласт, надо было в ранжевого Крепочка кидать. Нет, там неудачный момент, только был он прямо на блинке ворвался в Шедоу-Рейс. Прям кучу ХП потерял, и потом, верлядь, уже не стал добивать Сельди. Ну, да, 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 да. В итоге сейчас Хеллинг Селф у нас уходит, но все равно Слардар был, его точно не должен был угаснуть, он должен продолжать бычить. Вот он Яматех в Инвизе, которого, естественно, успели увидеть, увидели то, что он переместился в центр, и на центре как раз-таки никого пока и нет, потому что Темпларка ушла фармить спауны. Их там немного, но они есть. И Темпларка, походу, тоже фармит на даггер. То есть именно упор будет делаться на какую-то раннюю агрессию через даггера. Да, залет и убийство. Вот СФ-таки находит Винтерверну в спину. Там Найт Сталкер еще тоже подошел. Пытается как-то, может быть, хотя бы фраг один сделать на команду, что ли. Но нет, нет, конечно же, если СФ-1 просто так не вылезет и начнут драться. Смоук и ТП. Смотри, смоук и ТП на то, будут убивать ЧСП Элла. Надо убивать Фантом Лансера. Левел восьмой он уже здесь получил. Боттл, сапог есть, допл имеется. Но если Станкер накрыть, через МПФ можно быстро разобрать. Боттл, Винтерверс Кёрс, который коснуться просто издалека. Сноуболт, Станкер и Валерас Патч без шансов. Раз, топтали. Где ты Фантом Лансер? Ничего не предвещало беды? Вот это вот стоял, потанал. Да, да, да. А потом ты просто понимаешь, что уже в тебе Слардар, трезубец просто торчит уже откуда-то из бочины и сбивает еще и Тусик попутно, и Винтерверс Кёрс. Все это висит. Никуда не деться, конечно. Причем он соблюдал все инструкции. Вот ты, Керри, никого не видишь на карте, стой под тавером. Он стоял под тавером. Да, он далеко особо не выходил. Мог, конечно, совсем Тайтова сыграть, потому что Сельдь совсем пропала из Вижена. Но в итоге, да, в итоге все-таки его наказали. Тамбларка купила даггер. Очень тоже быстрый даггер. Вот сейчас уже долетает. Ну, с нижней теми временем Тир-1 хотя бы пытается в ответ забрать 1-2-3. Получается это сделать. Оставились деньги на Ит Сталкеру в большинстве своем. Но Яматех тоже попло получил. Как раз-таки на Меку. Это важно. Баунти Хантер уже 6-й. 6-й левел Баунти Хантер. И смотри, Слардар с блинком, Тэмпларка с блинком. Баунти Хантер с треками. То есть сейчас такой же любого тонкого пацана, какой-то Джекирос, ну, в смысле, который плохо убегает от вас. Там, я не знаю, Шеду Демон, там вообще не всплывает. Сэф точно так же. Просто прыгаешь, Amplified Damage, бам, бам. Все. Надо разваливать, надо разваливать. Под чайками бабки, бабки, бабки. Самый идеальный момент. Да, как раз-таки на 13-й минуте у Минески все появилось. Это все нужно использовать. Ну, самым крутым решением Датима 1-2-3 будет, конечно же, попытаться где-то на кого-то забайтить, принять бой, возможно, в пятером встретить троих как-нибудь, этих вот залетных ребят. И попытаться таким образом изработать денег и приостановить это движение со стороны Минески, приспустить их пыл. Да, тут пока у нас немного подостановились сами Минески. Они хотят кого-то поймать, а никого нет. Решение использовать Смоук и отправиться, видимо, глубоко-глубоко в тыл врага. Даже не обращать внимания на талки, они Рошана пошли разваливать. Они Рошана пошли убивать. Ну тогда окей. Рошан тоже неплохо. Залетай. Вот, минус линка Рошановская. Касл сбивает с Плинтербластом. И все. Посмотри, сколько? Минус 15 армора. Очень легко раскладывается Рошан. И вообще никак не реагирует. Это 1, 2, 3. Они, может быть, даже представление не имеют. Хотя вот здесь бегает... А, по-моему, с которым задает Фишн. Заходит Джакиро. Получает трек Сноубол на Джакиро. Shadow Poison был. Зажали немножечко Джакиро, но получает он дисрапшн спасительный. Ну там слишком бит Рошан. Надо его сначала добить, потом уже лезть куда-то драться. Естественно. Вот. Добивают. Еще там лишняя голдишка. Под треком у нас Джакиро, но Слордар спринт уже у него закончился и далеко слишком находился. Трек не работает. Тут появляется Эггис. Халяву забрали. Давайте посмотрим по графикам. Ну есть такое, вроде, добротное преимущество на 14-й минуте в размере 5,5 тысяч. Что довольно много поэксперименту. Это неплохо, да. Если сейчас эти блинки сработают, если сейчас получится сделать там с 2, 3, 4, 5 фрагов, сколько получится, все будет полезно. Тем более, если еще эти несколько фрагов будут под треками, то Минески с высокой долей вероятности не отпустят эту игру. Судя по тому, что они делали вот в предыдущих встречах, они знают, что делать с бабками, а что нужно превращать. Вот такой Слордар терения Майсайса, кидает Amplify Damage, сразу же взрывается трэп, врывается на блинке Тепларочка, смелт, удар немножко задержка дает. И снизу, в среднем драка такая же, Валра с панчем забирает Шаду Демона, сразу же Раю делает Теплароду. Так вот интересно, а почему не хотели Джокеру забрать? Ну, уже мана закончилась у Тусика, у нее там вообще ничего не оставалось, она убегает пока на топ. Там в миде у нас кого-то убивали, убивали крипов массово. И, да, тут еще Найт Сталкер где-то погиб. Ну да, да, я же показывал, там они с Слордар вместе с там парочкой залетали. Слушай, Слордар запрыгнул на СФ, подсветил его, башек есть, правда, только первого уровня. А, тут еще и трек. СФ-чик раскастывается. Слордар, как же четко прочитал вообще этот момент. Будет сейчас еще один Слизерин Краш. Бам, да, бам, бам, Дарс Мелда, бам, бам, спасти Ширикен Толз. Бам, 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 бам. Слишком больно. Кстати, Касл тут прилетел, очень сильно сгорел на Макропире, и он сейчас может умереть от одного Ньюка Найт Сталкера. Слордар уходит. А Теппларка тоже уходит. Красавцы, просто ушли. Куда вообще прилетел Касл, мне интересно знать. Он просто пошел, фиданул. Сейчас абсолютно бесполезная была Виверна в этом игре. То есть он слил Винтерскерс и просто фиданул. Ну, он думал, что тиммейты без него не уйдут. Там же два парня на блинках, четко сообразившись, разрылившись ситуацией, просто ушли, да. Минтера явно пришила помочь. Как-то в итоге подставилась. Ну, это первый фраг для 1-2-3, с чем, в принципе, можно, наверное, и поздравить. Какой-то килл, хоть один он и есть. Размочили счет. Посмотрим, что будет дальше происходить. Пока, конечно, полная аннигиляция со стороны Минески. Да, сейчас еще Рейджин Патрейта может купить себе Дезолятор, например, какой-то. А, он его покупает. Да, все-таки есть Дезолятор. Ну и все. Прыжок на Шредо Демона, тычка, минус Шредо Демон. Прыжок на Джекира, минус Джекира, СФ, минус СФ. Все минус, короче. Пока нет там совсем плотных персонажей. Нет, но СФ еще есть Микканзм. То есть он уже какой-то более-менее серьезный. Лишний Залдар, появится, может, сделать. Да, да. Такая засада была на нижней руне. СФ идет, идет, идет. И там просто темпларка прыгает и в мальт. И ты такой... Ну, да, как-то... Окей, я развернусь там. Да, да, да. Не очень-то и хотелось. Не очень-то и хотелось, да. Не в моем. Так, там Мека появляется также в Баунти Хантер. Но мы по-прежнему все-таки говорим о том, что все есть у Минески для того, чтобы просто идти и крушить. Но пока нет того, чтобы там подряд один, два, три умирали, умирали, умирали. Из последнего, что было... Да, они там отдали Рошана, но смогли забрать хотя бы Интервер. Вот в миде сейчас будет инициация на СФ. Заходит у нас в те времена Тускар на блинке. Также есть Мека моментальная. Айс Пасс, чтобы помочь. Просветка. Но просветка какая-то тоже бестолковая. Два удара. И посмотри, Ствардар в двоих! И Темпларка уничтожает. Айс Айс тоже, наверное, отсюда не должен уйти. Через три секунды будут шарты. Но там с блинка Темплара Ассасин минус 4 трипл килл от яростной картофелины. Да, с этим Дизолятором, конечно, есть огромное количество урона. Тысячу полторы тысячи урона она просто внесла. Это на 17-й минуте. Темпларочка с руки. С руки. Отпинала просто всю команду противников. И там на топе тоже цепляет Фантом Лансер. Ага, Иллюзию отвел. Грамотно развел. Грамотно, очень грамотно развел нас товарищ Бен. Молодец. И уходит на ТП. Не поленился. Вот зачастую это не требует особого скила. Вот этот развод. Ну, ты там, типа, жмакнул на Иллюзию и отвел ее. Просто всем впадло. Всем впадло этим заниматься, да. Думают, что и так уйдут. Конечно, когда ты... Когда всегда начнут это делать, будет резон вообще ничего не делать, просто уводить основного персонажа. Но так-то все знают, что всем впадло. Поэтому бьют. Поэтому всегда... Да, убегают за убегающим вот этим, да. Бегу за ним до конца. Двенадцать один. Да, по тому мастеру убить не удалось. Зато удалось поубивать четырех его тиммейтов. И снова... Ой, на восемнадцать минуте двенадцать тысяч преимущество. Это вообще в одни ворота игрок. Да, почти Икс-два. Почти Икс-два. У нас уже была сегодня такая игра. Да. Ну, и у Баунти Хантера, кстати, остался рецепт до Гуардиан Грифс. Как бы. Баунти Хантер тоже решил, что нужно быть полезным. Не удивлюсь, если дальше пойдет хотел сказать Солар Крест. Но у Тусика есть медальон. Но если дела пойдут у Баунти Хантера слишком хорошо, может и он Солар Крест намного быстрее успеет собрать. Либо же это будет какой-то Владмир, может быть. На командочку вот это. Можно купить себе блинк, чтобы вообще быть неуловимым, неубиваемым. Проследки какие-никакие, но юзаются. А так, оп, попрыгнул. Так что... Да, можно, можно, кстати. Слардар ускоряется все время. Под спринтом обидел СФа, залетает. И... О, развел на макропиру и бежать. Надь Слалдар встречает воида, мне страшно. Смотри, Слалдар прыгнул в троих. Что только что произошло? Три человека просто пытались убежать вообще отсюда. Влад переклад. Ушел. Ушел до демона, осталось 150 хп. Ну да, один. На 400. Его только что ударило Темпларка. Да, они заходят на СФ. Тавар добивает. Ты смотри, какая наглость. Айси тоже пытались добрать. Пока жив, есть мега. Рейка им выдает СФ. Такой защитный, чтобы ушли противники. Ну, тут Ширикентос от Баунт Хантер получает он трек в ответ. Его тут же поджигают с полом СФ. так что его еще не взять. А вот СФ тут убивать будут. Да, Яматех в итоге погибает. Прыгает дальше Темпларка, нападает на Джекироса. Джекироса срезает с трех тычек. А Слалдар убегает, слушай. Да, Спирит Ланс его, конечно же, не добивает. Темпларка идет дальше кого-то цеплять. Знаешь, что не убегает Фантом Лансер. Не самое приятное в плане поимки цель для Топарки, но тем не менее. О, привет. Вот, слушай, это еще и настоящий. Думаю, ничего себе. 4200 денег у Топарки сверху. Ну, я не знаю. То есть, вот в таких играх обычно хочется забыть, закрыть и просто настроиться на новую карту. Потому что, ну, как вот такое играть? Не понимаю со стороны 1-2-3. Да, тут еще пик такой не особо, знаешь, камбэчный. Драку выиграть тяжело, потому что у вас Фантом Мансер хилый. Единственный варик это как-то вот сделать пару фрагов одиночных. Вот, а то Топарку можно, можно. Успевает она убить, конечно, Топарки, но погибает сама. Второй фраг. Ну, за нее штукарь-то получил Фантом Мансер. Вот это герой, которому явно штукарь отдавать не стоит. А суммарно камбэк без половины тысячи. Сразу. Раз, два. О, мой бог! Две с половиной тысячи. Две с половиной тысячи. Топарели. Томп Ларка. 1200 голды Фантом Мансер и по 700 жакируешь Топарки. Неплохо, неплохо. Так, классик, Фантом... Это байт или нет? Да, какой там байт это минус Ройора. Он хотел дать блинк и айспап его закрыли вовремя. Хочет дальше. И диффуза просто. Просто диффуза, Фантом. У него только что было ноль. За минуту фактически заработал себе диффуза. У него реально только что был ноль денег. Он себе купил диффуза. Ладно, одно лезвие у него было. Хорошо, я немного приверечу. Одно лезвие у него было. Ну, вообще, это стандартная, та самая излюбленная многих СНГ команд стратегия. Называется она отдаем стрики, а потом их забираем. Нет, точнее, даем возможность заработать стрики, а потом их забираем. Потом собираем, да. Отдаем нашему кору, он забрабатывает 100-500 ежеменей, камбэк из рио, вот это вот все дела. Да, да, 16-3. Ну, такое не работает на профессиональном достоянии практически никогда, но если, конечно, минуски заиграются, то, возможно, возможно, все. Потому что сейчас они реально подставились на практически в одном месте. Ну, они неплохо-таки ПЛ обустанули, сейчас он со своими диффузами уже сможет и пакостей натворить. В каком-то суппорту лицо он разломает точно. Вообще теперь без проблем он разломает барабаны, диффуза, квила. Он уже нехило должен ломать кабинеты. На самом деле, даже если он темпларку поймает, и темпларка тоже будет уже умирать. Ну да, БКБ. Ну да, уже БКБ, уже не так легко. Там смог в исполнении 1-2-3. Минерва заходит. Они тут хотят сделать смоке втроем. Интерскерс на Минерва, сноубольчик. Пам, там, пагуля. Вот, какие могут быть версии этого смока втроем? Ну, они же неожиданно, что там будет 5, а они хотели найти одного. А-а-а-а-а. А выяснилось, что Минески в 5 доту играют. Все, неожиданно. Но они уже целый день играют в 5 доту. У них сегодня много матчей, которые предстояло им играть вместе. И в основном они играют действительно вот так вот, командно. Ну да, если они вот сейчас еще смогут победить, да, это быстро в 3 серии, для тех, кто, возможно, не в курсе. Если они еще и сейчас выиграют, то они сегодня очень жесткий марафон оформят в итоге. Такой результативный марафон. Причем, да, действительно, очень результативный. Пока получается у Минески очень здорово. Ну, снизу забирают тавр. Это, кстати говоря, был пятый тавр на карте. У 1, 2, 3 остался последний внешний на топе, который тоже можно будет забрать. И Рошан появится буквально через 15 секунд. А Егис, Тир 2, заход на хайграунд. Такой план, по идее, должен быть, ребят из Минески? Да, наверное, такой и должен быть. Все-таки Рошана они могут пока забирать почти безболезненно. Там у противника даже толком зайти не с чем. Единственное, что там Джекирос, СФ, вот этот прокаст его ешный, он немного страшный, но что Джекиросу, что СФу можно напихунькать нехило, пока они будут заниматься своим прокастом. Там и Тусик со Сноуболом, там и Слардар со Слизерин Крашем, и Виверна с Винтерскерсом, что ловить есть чем. Ну и вот появляется наконец Солар Крест еще. Заходит сразу на Рошана, сбили Линку, повесили Апни Файб, пробиваются руки. Единственные возможности 1, 2, 3 часто пользоваться тем моментом, пока к ним не зашли на хайграунд. СФ... Больно-то Рошан. В прошлый раз свалился он быстро, сейчас он еще быстрее должен свалиться. Так вот, у СФа осталось буквально 100 монет до покупки Бэкинбара. Если у кого-то что-то еще хотя бы, да, вот у Фатом Лайнтера пытается на какой-то артефакте насыпать, остальные, конечно, бомжуют, бомжуют довольно серьезно. Три самых нижних нитворса на карте это вот представители Тим 1, 2, 3 Суппорт и Офейнер. Что грустно. В принципе. Ну что, с Аегисом, неужели не будут ломать Тир-2 на топе, а попробуют сразу к экрану подняться. Там еще и Тир-1 просел на топе, неприятно. ФСФ покупает БКБ, но знаешь, БКБ при таком драфте его оппонента может вообще ничего не сделать. Так все пробивает БКБ? Все пробивает БКБ, да. И Свардар со своими башеками. Траболан. Темпларка. Ну, единственный варик походу сплитить. Так считает Шедо Финт. И идет драться. Вот БКБ от Темпларки. И минут Джекерос, наверное, да. Регом оф Солс, но БКБ уходит. Есть сразу же Винтерскерс, вешается на Айса. Фантом Айсер зашел пробить Темпларку, успевает в парку бить. Получает Гардиан Грифс, теряет Айгис. А где команда, собственно говоря, вы... Свардар снардар взлетает второй волной атаки на Миньер, пытается разорвать минус три. Сноуболом заезжает дальше на Бена. Валерас панч. Бен. Бен. Допл есть. Допл есть. Налоха Бенюзайта бежать, 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 бежать. И тут укусов. Слизерин крашем. Тычка. Есть минус. И Яматех. Вот этот стучка. Мало урона по зданиям. Ну, немного. Вообще, счет 22-3. Это как 3-2, только наоборот. Да, да, да. Мне очень интересно. Да, вот купили трава-ла. Ты сказал, наверное, спритит сам в ряд. И фантом-лантер идет в бой с трава-ланем. Ну, перед боем покупать трава-ла было глупо. Определенно. Да даже ПТ было бы посимпатичнее. Конечно, конечно. Мустоты какие-то. Хоть что-то. Ну, заходит уже бить под фонтаном противника. То, что сейчас происходит, нельзя показывать в прямом эфире. Поэтому я уведу камеру. В общем, да. Минески. Точнее, ребята 1-2-3 просто не подготовились к первой карте. Сразу видно. Команда, безусловно, сильная. Безусловно, что-то может. Не зря пошла в свою группу. Но вот конкретно против Минески они сейчас на плей-ф не настроились. И проиграли все, что можно на этой карте. Я пока только соглашаюсь. Я просто смотрю, пойдут ли дальше Минески давить. Да, конечно. Надо, надо, надо. Там Guardian Griffs. Есть мана, есть ХП. Все есть. Лордар прыгает. Лорд ловит сейчас Бена. Бена. Факусят. Еще два удара. Минус Бен. Байбэка по-прежнему нет. Бкбшчик управлял ку-ку. Сфчик стоит. Смотрит на это все. Минерва. Еще один трек. Ну, должен быть, сейчас веке, наверное. Минерскеост катился. Шикарно. Ну, просто ломайте, ломайте здание. Куда вы побежали? Ну, ладно. В принципе, героев можно тоже поубивать. Прикинь какой счет. С каким счетом они разрываются, по-прежнему. Да, уже тридцатки сейчас будет. ГГ, пишет ЕМАТЕХ. И легчайшие 1-0 для Минески. Самая легкая, наверное, за всю групповую стадию, за все эти квалификации, самая легкая каточка для Минески получилась. Да. Ну, видимо, букмекера были правы. Там четкоэффициент был в районе четверки, наверное, на Тим 1-2-3. Да. И на Минески совсем-совсем маленький. Да? Что-то знали. Я не знал, что Минески настолько хорошо котируется. Ну, вот-вот, есть такой момент. И действительно, мы видим, Рейджинг Потейто отыграл хорошо. 14-1-8. Я просто показываю счет. 0-6-0-7-0-6-1-7. 2-3 у одного Фантом Лансера. Да, да, да. Неплохо сыграно, но это еще не конец. Еще нужно затащить один разочек, и тогда можно на сегодня выдохнуть. А остальные матчи, да, отработают? Не, ну, пока что. Пока что можно. В любом случае, в финал Винерро попасть можно. Да, а там ты уже хотя бы посмотришь на оппонента. Можешь посмотреть, что там кто пикал, чтобы забанить, что взять, как играть. Все так. Мы, по-моему, больше не смотрим СЕДиВизион сегодня. По идее, да, я не знаю. У нас через полчаса просто стартовать Европа, по идее, должна.